нам не надо в рай нам не нужен ведический период это колыбель это колыбель это детский сад нам надо дальше нам надо вперед нам надо туда где мы коллективную мысль всего человечества а по сути мысль бога направим в направлении реального развития то есть направление в направлении взросления окончательного взросления вот именно это и есть программа анастасии что она нам говорит она нам говорит что все что вокруг происходит это прекрасно это совершенно она является вот момент здесь и сейчас он является живым воплощением живым воплощением всего что было вот в каждом мгновении мы можем увидеть все что происходило прежде и мы можем увидеть всю перспективу в будущем то есть в ней вообще нет никакой трагедии никаких драм здесь нету каких-то фатальных процесс проблем тут есть просто процесс взросления мир всегда совершенен так же как он был совершенен изначально он совершение на сейчас и другим он никогда не был он другой только в наших представлениях в нашем больном воображении в реальности живом в полном порядке всегда к примеру войну видел анастасия буквально сказала еще лет за десять до этого что будет попытка объединить весь исламский мир против христианского мира но именно твои читатели владимира говорила смогут ну скажем так обернуть это все на благо все будет прекрасно будут инопланетяне будут разные самые суровые провокации испытания но мы это все преодолеем и пойдем вперед то есть сообщение наше наше миру во всем в каждом видео в каждом тексте во всем на мой взгляд должно звучать именно таким образом что все наши представления о мире все буквально это лишь версии реальность же состоит в том что все в порядке надо просто осознать в чем совершенство то есть фраза была такой имеет ложь всегда границы но безгранична истина она одна но там более поэтично звучало но суть такая что то есть есть один взгляд на мир который правильный это взгляд который пытливо это взгляд который пытливо во всем видит совершенство и если он его не видит то он его старается увидеть потому что это совершенство в нем есть как только мы взглянули на какой-то процесс и далее ему оценочное суждение с точки зрения плохо или с точки зрения проблема мы тут же создаем иллюзию мы тут же создаем некую ментальную модель некую ментальную модель простройку мира представление о мире такую словно в нем есть какая-то проблема ее надо исправлять но проблемы никакой нету есть просто живой процесс естественный живой процесс в нем все закономерно мы должны столкнуться с антиразумом мы должны научиться его преодолевать и мы не не должны его избегать и говорить о том что это плохо это неплохо это экзамен то есть если мы полноправные хозяева этой вселенной мы дети бога то все буквально все в ней благословенно все в ней смотри смотри ты сейчас мне мысли какая пришла то есть получается получается нам нужно научиться договариваться с этими силами да совсем не допустим какие-то негативные ситуации воспринимать просто принимает их но для того чтобы дальше взаимодействовать с ними нужно как-то с ними договариваться не а не летим сейчас у нас смотрела допустим барды едут с концертами там вот они детки домах там пели там сейчас кого-то хотят там детского дома директора уволить потому что там дети лишнего наговорили что оказывается и не отправляют влаги мы там видео параллельно снимать им их не отправляют допустим в лагерь летом эти деньги чиновники воруют оказывается и лишняя информация ушла и эти чиновники местные типа ваши дети много разговаривают директора сейчас увольняют там да ну какие-то там меры принимаются то есть в данной ситуации ну как смотри-ка мы с вот шумит микрофон мы должны действовать мы всегда должны действовать сообразно тому образу который описан в четвертой книге анастасии тогда когда бог творил вселенную он ни с кем не договаривался он не договаривался со вселенскими энергиями который каждый тянет свою сторону он создает прекрасную идею и эта идея обогащает всех то есть каждый человек который каждый человек каждый социальный процесс каждое явление каждая энергия она ограничена в своем восприятии она не видит целого и желает же она себе благо она желает каждый чиновник вообще все они желают для себя то что желает каждый человек он желает быть богатым во всех смыслах он каждый человек желает быть богатым расширяться во всех смыслах он хочет чтобы его жизнь была интересная полезная и приятная чтобы в ней было все и поэтому он движется именно сообразно своему представлению наша же идея она говорит о том что ты ты устремись в нашем направлении и ты будешь иметь больше чем то что ты там воруешь намного больше и она увлекает всех она дает всем больше чем то что каждый делает то есть то есть подобно тому как в чем характеризуется живое измерение вот если современное экономическое представление о мире говорит нам о том что мы живем в мире ограниченных ресурсов бесконечно возрастающими потребностями то есть такая фабула при которой мы неминуемо будем делить что-то леса по там зоны влияния и прочие моменты потому что у нас ограниченные ресурсы и бесконечно возрастающие потребности мы неминуемо будем драться то живое измерение нам говорит другое она говорит о том что мы живем в мире с бесконечными возможностями просто с бесконечными возможностями с бесконечными ресурсами и с вполне конкретными потребностями в мечте постоянно развивающейся мечте например когда мы сажаем дерево это только пример когда мы сажаем дерево это дерево дает тень это дерево дает пыльцу соседям это дерево дает плоды это дерево дает кислород хозяину такого явления она дает благо но и всем вокруг тоже чем больше будет вот таких явлений от этого будет всем хорошо точно также пчелы завел пчел они опыляют растения соседей каждой каждой каждое явление живого измерения оно бесконечно в своих ресурсах и оно на благо всем оно ни у кого ничего не забирает она только всем все дает это касается всего и социальных моделей и всего буквально всего то есть мы по сути сообщаем миру о том что находясь в мире матрицы матрицы в мертвом измерении мы как пауки в банке будем жрать друг друга но в живом измерении мы можем быть бесконечно богаты и не будем ходить друг у друга по головам вообще то есть наше сообщение что мир совершенен в нем все прекрасно мы просто идем не туда то есть чиновник который украдет какие-то деньги он обеспечит себе там не знаю машину но при этом он будет иметь очень серьезные хвосты за которые ему надо будет отвечать он это знает перед своей совестью перед уголовным кодексом перед страхами которые будут все время его преследовать что его разоблачат но устремясь в другом направлении он получит намного больше чем машину намного больше всего и его возможности будут бесконечно возрастать в добре понимаешь быть добру основной наш лозунг не то светлое представление которое культивировал караван караван много прекрасных песен много замечательных образов но в целом я думаю там недостаточно не всегда достаточно осознанности и поэтому мы стали понимать светлое живое измерение как нечто такое христианское всепрощающее это совсем не оно суть живого измерения вообще не в этом то есть идея анастасии я подытожу она не находится в противоречии вообще ни с чем вот если мы послушаем мышление допустим путина его мечты это мечты соединиться с европой то есть он говорит о том что он разговаривая с немецким канцлером они вместе очень хорошо понимают что европе нужна россия россии нужна европа а там где соединиться европа с россией то там же соединиться и с ближним востоком и с африкой и в итоге с америка и со всеми потому что потому что весь мир встанет в единый хоровод в нем все прекрасно в нем все замечательно в нем есть проблема только в том что мы поверили что мы чем-то ограничены что нам чего-то не хватает на этой планете и поверив в это как бы стали вести такие захватнические политики по отношению друг другу но увидев перспективу в другом направлении мы просто поймем что это намного выгоднее вот совершенно нет смысла идти в том направлении где путь тупиковый в этом весь все сообщение и именно эту мысль во всех возможных формах необходимо объяснить показать более того эту мысль понимают очень многие люди из тех которые не читали они интуитивно все люди понимают что мир совершенен все понимают все ищут этой возможности все ищут того чтобы кто-то вот объяснил показал и сказал что все хорошо успокойся все хорошо перестань нервничать перестань дергаться все замечательно выдохни и кайфуй вот выдохни и кайфуй все хорошо там ребята дерутся где-то в сирии где-то там в на донбассе да все будет нормально все перевоплотятся все будет хорошо просто самые скажем так не в меру энергичные и за неимением как бы понимание целостности мира вплетаются в такие процессы но каждый честный человек он воплотиться вновь и все будет хорошо смотри как ты думаешь что делать как бы и разбудить спящих те кто не осознает как люди вот он алкоголь наркотики табак город клубы у кого-то ипотеки кого-то работа вот прям ну людей прям времени не туда но я бы сказал так что во всех процессах которые мы видим вот там как ты сказал алкоголь наркотики там прочие вещи в них вообще нету никаких проблем они не являются ни хуже ни лучше любого явления которое у нас происходит вот любого кто-то бандит кто-то мент кто-то учитель кто-то сидит у телека целыми днями какая-то девочка там кокетничает кто-то принимает наркотики все у всего у всего этого одно название как бы анти разум оно не является ни лучше ни хуже вообще всего что у нас происходит поэтому все буквально что происходит надо воспринимать как как детское проявление как бы которое еще не повзрослела она неплохое вот как бог когда смотрел на вселенские энергии он же не говорил что вы плохие выпало вы прекрасны но я могу лучше ваши миры прекрасной ваши миры чудесные каждая из вас из ваших энергий просто потрясающий каждое ваше проявление замечательно она очень красивая но то что я предлагаю то есть объединить всех в общем устремлении создать материальную вселенную она просто красивее она еще лучше чем каждый из ваших миров то есть я однажды увидел бога просто вот буквально вот прямо вот глазами и долго долго вот общался созерцал смотрел я увидел его сущность ты знаешь на кого она похожи она похожа на такое существо которое настолько увлечено своим творением и настолько влюблено во все вокруг что буквально если она видит пирата условно говоря он говорит ухты ты в море до грабить ну круто вот будет весело знаешь а там проститутка но классно короче вот ты там сегодня оторвемся да а там кто-то пытается какую-то формулу разгадать ну-ка ну-ка мне это так интересно знаешь и вот ему все интересно но при этом он он как бы полностью направлен на свою мечту и как бы все эти люди все эти существа они как бы знаешь открываются сердцами да вот такому искреннему интересу искреннему искренней любви и как бы растворяются в его мечте просто они они как бы сегодня идут грабить но уже во время своего грабежа как бы он начинает что-то просекать и и возвращаясь короче он говорит блин пожалуй в следующий раз как-то по-другому то есть тот кто сидит там свои формулы всматриваться он говорит да 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 формула это классно но кажется еще что то есть знаешь как бы этому не надо противопоставлять вообще себя вот с этим всем надо просто быть вот знаешь вот когда ты хочешь чтобы человек допустим тебе открылся и вообще любое любое явление то ты его сначала впусти в дом знаешь как там в сказке ты его на поина корми спать уложи а потом уже уже потихонечку задавать свои вопросы и так далее то есть точно так же и эти все явления их надо просто впустить в себя ребята занимаются там наркотиками но это классно это классно это весело это прикольно просто есть лучшие варианты и по большому счету если вы у вас это делает счастливыми ну замечательно будьте счастливы но если но каждый наркоман скажет ты знаешь мне очень классно но чего-то мне все-таки не хватает вот здоровье может быть понимание еще каких-то вещей и он по-любому когда-то задаст вопрос скажет а чего блин мне не хватает ну и тогда ты ему скажешь но не хватает того что это не самый лучший вариант вот так вот действовать есть лучше там какая-нибудь девчонка проститутка к примеру при прикинь у нее прекрасная жизнь она просто это жрица любви короче она любит всех понимаешь по-настоящему коротко но коротенький период но любит прям по-настоящему у нее все чудесно но открывшись есть сердцем пообщавшись это совсем не означает что ты вместе с ней должен идти куда-то но но в какой-то момент она сама скажет блин чего-то мне не хватает и вот именно это движение она не должно быть противодействия она и в то же время незачем вписываться во все понимаешь вот незачем вписываться вот идти по миру и прямо вот всех что-то дергать от всех чего-то хотеть пускай каждый живет как хочет но у меня то есть цель у меня есть мои цели я свои цели точно знаю я хочу быть здоровым я хочу быть счастливым я хочу быть пробужденным я хочу создать прекрасное пространство любви я хочу рассказать об этом людям примеру и я иду делаю именно это все что мне помогает я это как я это все беру на вооружение все что мне мешает но я у этого учусь но я этому не противодействую вы деритесь там в этом не знаю если вам охота создавайте там вот сейчас движение идет массовая трансгуманизма то есть это по сути переводится после биологической жизни да то есть это то это соединение буквально цифрового мира как бы замена его биологическому миру но если вам хочется если вы от этого будете счастливыми если вам так классно но так живите ради бога что мало места что ли на планете создавайте свои вот эти технократические раи живите в своих силиконовых долинах проблем нету но просто я иду к другому и если у тебя будет минутка заходи в гости пообщаемся расскажешь что там у тебя интересного посмотришь как я живу а ты ради бога делаешь у хочешь тебе хочется на войну иди на войну там есть другой стороны тоже ребята они тоже любят войну вы найдете как бы поиграйте войну шку если вам там так охота ради бога я шо против это тоже весело война это весело воюйте если если вы на ней счастливы но будет время заходите в гости пообщаемся а я вот пока мисс буду создавать вот это движение она тоже красивая более того я думаю она красивее чем война ну а ты там смотри сам что тебе там интереснее смотри вот я думал думал смотри смотри я тут думал какова изначально была мысль творца ты смотри то есть смысл жизни человека как венца творения бога у меня первая была мысль я сначала думал ну ладно совершенствование среды обитания и пространство любви создаешь а возможно ты это пространство любви создаешь для того чтобы продлить свой рот и твои дети в любви выросли и создавали новое пространство любви да то есть что по ней чтобы и для того чтобы быть счастливым то есть нужно пространство любви то есть пространство любви родовое поместье она является лишь средством для достижения новой цели продления рода потом я так думаю а может быть может быть это все просто для того чтобы быть счастливым просто быть счастливым наш и получать вот как ты начал говорить про наркомана наркомата ему счастье свой поймал несколько секунд это неполная неполный спектр и потом у него начинаются ломки несчастье там болезни поиски новой дозы и смерть ранее а настоящий счастье то он не испытал мы друзьями в бане в сауну ловим такое счастье ты говорю это никакой наркотик не передать то счастье что ты можешь в бане поймать просто в поселении поместье ты то есть там совсем другие комплексы энергии во время сотворения там так вот и у меня мысль чего же хотел бог изначально каковая его программа до чего человеку по-настоящему испытает счастье я так думаю что в этот момент когда он именно воплощает программу творца да и он именно в этот момент испытает самое большое счастье а что это либо когда ты сотворяешь это пространство в момент сотворения либо когда ты создаешь сотворение как помнишь да и ребенка когда ты любимая вы сотворяете вместе новую жизнь нового бога рождает или вот в этом счастье смотри счастье я не думаю я его знаю это такое состояние когда ты собою ощущаешь всю вселенную вот ты ощущаешь что во вселенной ничего нету она все в тебе вот мы несчастливы и когда мы чувствуем что во вселенной что то есть а мы это с этим не взаимодействуем то есть счастье это состояние когда ты полностью расширился до размеров вселенной ты чувствуешь каждую энергию и они все в полном балансе в тебе это прекрасное ощущение более того ты начинаешь эту вселенную расширять ты не только вот все что существует ощущаешь все что есть а ты еще начинаешь это увеличивать сразу паузу смотри вот если именно по делу то есть конкретно вот вот конкретно ты счастье как ты считаешь что мысль творца было это именно чтобы человек сотворил продлил свой рот и именно его сын был лучше чем он а это возможно только в пространстве любви где здоровая еда природа то есть мысли материальных бога то есть родовое поместье за то есть родовое поместье ты составляешь как средство или или мысль творца было чтобы ты продлил свой род для того чтобы твои дети сотворяли новые родовые поместья и начали они осваивать новые просторы вселенной новой звезды ну смотри коль вот когда ты идешь какое-то путешествие для того чтобы ты продумал каждый шаг и чтоб каждый шаг был последовательным и все на своих местах тебе надо видеть итог то есть итоговую цель главную ради чего ты бел делаешь первый шаг ты первый шаг можешь сделать правильно только тогда когда ты видишь последний шаг ты видишь цель когда мы целимся вот с ружья к примеру да есть глаз есть мушка но есть цель если ты видишь если эти все три вещи находятся на одном на одной месте тот первое движение в первый шаг он правильный второй правильный и так далее невозможно сделать первый шаг правильный второй третий если ты не видишь конец вот для чего это все надо подобно этому надо на мой взгляд надо посмотреть шире то есть для чего вообще все для чего все задумано все задумано таким образом что изначально была тьма это вселенная была полна всевозможных энергий они все прекрасно это была предыдущая версия бытия но только одно они каждая находилась внутри себе они не ведали о том что существуют другие энергии творец создал идею то есть он создал другой план бытия материальный в котором все энергии встретились такой перекресток знаешь где все энергии встретились и вот этот план бытия его надо расширить его надо теперь расширить до размеров всей вселенной то есть заселить буквально все планеты и дальше расширять эту вселенную то есть развивать в том же самым направлении именно видя именно эту цель глобальную божественную именно его мечту можно понять меру можно понять меру и суть всего что мы должны сделать здесь на земле в колыбели это колыбель мы здесь только взрастаем для того чтобы понять каждый шаг на земле надо увидеть целиком все задача наша здесь осознать совершенство материального плана бытия то есть осознать что смогло обеспечить то пространство в котором встретились все энергии где тут баланс какой силой формируется этот баланс и когда мы вот именно полностью ощутим осознаем вот этот баланс на планете полный баланс всех энергий то мы тут же сможем заселять новые планеты так вот анастасия создает программу в которой каждый человек создаст свой маленький прототип планеты на нем будет все животные растения стихи и минералы ты воочию с каждому из них заглянешь в глаза ты с каждого спросишь вот возьмешь его так вот за маковку посмотришь в глаза и скажешь чё тебе надо он скажет блин жрать хочу там не знаю размножаться и вообще как бы ну так давай же сделаем так что все было классно и тебе и мне и всем вот этим деревьям этим животным этим насекомым вообще всему вокруг в полном балансе и на своем участке мы познаем всю жизнь на всей планете на этом участке те же самые законы гравитации центробежной силы все что есть во всей планете есть на твоем участке то есть это твоя лаборатория это твой кокон в которой ты залазишь как гусеница и в итоге оттуда вылазишь бабочкой и пространство любви живое измерения это ориентиры и счастье это тоже ориентир это просто ориентир вот суть в том что когда ты испытываешь счастье значит и на верном пути значит и идешь прямо туда куда намерился если же ты не ощущаешь счастья значит ты сбился с пути счастье не цель счастья это ориентир который говорит все нормально ты ты в центре самого себя И это состояние, в котором вот у меня такие состояния были, когда я был в Геленджике, к примеру, я вот шел и я чувствовал, что все, что есть во Вселенной, оно прямо сейчас во мне. У меня было ощущение, что я вот так вот, знаешь, сдвинусь, короче, и вот так вот вместе со мной Вселенная сдвинется, знаешь. Я только чуть-чуть поменяю что-то, какие-то энергии внутри себя, и тут же пошли такие процессы творческие, знаешь. А так, в принципе, мне хорошо посередине, как бы, да, что творить, все классно. Я не хочу ни во что вмешиваться, потому что все прекрасно. И как бы, если я во что-то вмешиваюсь, так только в то, что я точно знаю, что в это надо вмешаться, потому что это соответствует моей природе. Вот в природе Барда петь, поэтому он вмешивается в свои песни. В природе предпринимателя создавать какие-то проекты, поэтому он просто реализует свою природу. Он говорит, что я в это вмешиваюсь не потому, что в нем какие-то проблемы, а в нем полном балансе все. Просто моя природа желает вот так выразиться, то есть поиграть с этими Вселенскими Энергией. Смотри, а тогда вот, какая была ошибка образного периода тогда, почему она повторяется, и как ты считаешь, как что-то была за ошибка там, если в ней вся проблема? Ты знаешь, вот этот вопрос, вот этот вопрос, я на него прямо тезисно ответить не смогу, но он мне больше всего интересен, из всех вопросов. По сути, это вопрос всех вопросов. Вот любой вопрос, который меня в жизни интересует, он начинается оттуда. Мне на Дальмении в Анастасиевке, это в Туапсе, в районе, в общем, у меня был очень глубокий инсайт. Очень глубокий, я туда приезжал трижды, и каждый раз я погружался в глубочайшие инсайты. Настолько, что представь себе, что я вошел в прошлое 9 тысяч лет назад, настолько, что потом целый год жил в нем. Вот прикинь, я целый год жил в периоде 9 тысяч лет назад. Я там переживал свою любовь, я там переживал свои драмы, все мои энергии были там. А здесь мое тело просто ходило, знаешь, оно даже не смотрело. Вот я смотрю вот так вот, я даже не вижу эти дороги, что-то еще. Оно смотрит только, чтобы я на красный свет там не выскочил, знаешь, и больше моей энергии здесь вообще не присутствует. Я там жил целый год. И очень детально вспоминал, что там происходило, какие там мы процессы проходили, что у нас там получалось, что нет. И на вопрос, и при этом, и при этом у меня нету готового ответа. У меня есть много ответов, много. Вот их много. Я могу ответить на этот вопрос, допустим, сто разными способами. Но это то же самое, когда тебя спросят, у тебя есть женщина? Ты скажешь, да у меня сто женщин. Ну, значит, не одной. Понимаешь? Вот точно так же и здесь. Ответов много, а значит, не одного. Потому что ответ должен быть только один. Вот одного ответа нету. Есть много ответов. И они пока мы еще как бы не стали единым ответом. Это какой-то многомерный ответ. Если хочешь, я поделюсь парочкой, к примеру, ну, какими-то такими зарисовочками на этот счет. Потому что это поиск. Вот дискуссия на эту тему, она является действием, которое привлекает нашу энергию осознанности, привлекает именно в эту сферу. И энергия начинает потихонечку сверлить в этом направлении. И она так по чуть-чуть, по чуть-чуть проходит. И рано или поздно, знаешь, сколько веревочки не виться, а конец найдется. Если ты будешь туда направлять свое внимание. То есть дискуссия на эту тему крайне важна. Общественная, максимально широкая дискуссия. Ну, я могу, если хочешь, поделиться парочками своими представлениями. Мгновение сейчас посозерцаю. Давай тогда я тоже скажу пару мыслей. Я многим задавал этот вопрос, видим. Вот, смотри, такие варианты ответов. Первый вариант ответа. То есть ошибка образного периода. То, что люди, они начали, так как мир, мир божественного совершения, они начали вставать на технократический путь. Как только они встали на этот путь, то есть на путь технократии, то есть создали колесо, с колеса начался вот этот процесс деградации. То есть как только ты создал механизм небожественный, то есть лошадь, а ты создал какой-то заменитель, начал создавать, с этого начались все проблемы. Потом в итоге мы сейчас обслуживаем технику. Как только ты начал использовать технократию в своей жизни, то ты свернул с божественного пути, тем самым ты сказал, что божественный мир несовершенен. Ты взял дерево, срубил, из этого дерева что-то сделал. Ты взял совершенно божественный механизм, уничтожил его и пытаешься что-то там из него вырезать. Ты думаешь, что вот этот идол, который стоит в поле, и что ему нужно там, ну, важно, ладно. Так вот, это первая мысль. Вторая мысль. Ошибкообразного периода, это что якобы, когда ты начинаешь слушать каких-то других людей, совета их не было. Как только ты послушал, услышал чей-то совет, все, ты уходишь своего истинного пути, потому что твой истинный путь можешь видеть только ты. Это то же самое, что, допустим, ты едешь, ты идешь, ты видишь, какой у тебя вокруг ланшафт, где обрывы, где скалы, и как только ты у другого человека спрашиваешь, а у него свой жизненный путь. И как только ты послушал его совета, все, твоя судьба изменится. То же самое, что цыганку послушать, она изменит твое будущее. Все, с этого момента, все, твое будущее меняется, ты уходишь своего истинного пути. То есть, нельзя слушать там, чужих советов, образный период. То есть, люди начали создавать образы. Образы, это эгрегоры. То есть, они начали создавать эгрегоры. Возможно, в этом ошибка кроется в самом названии. Когда люди начали создавать образы, это понтон, там, богов. Так как эти эгрегоры, они каждый начал действовать в своих целях в итоге. То есть, и начали, и этим эгрегорам нужна была дальше энергия. То есть, ну, короче говоря, люди уходили с своего истинного божественного пути, отдавая энергии не туда, куда надо. То есть, есть божественный мир, когда ты энергию отдаешь, живому, ты садишь дерево живое, оно тебе реально всю жизнь помогает. Ты там сотворяешь пространство людей, ты общаешься с своими детьми. Но ты меняешь это на то, что ты идешь, начинаешь там общаться с какими-то там идолами, какими-то там образами, там, читать какие-то книги. образы, образы, которые мы творим, это цель. Дело в том, что именно коллективной мыслью сотворенный образ способен создать новую вселенную. Потому что коллективная мысль, это вот вся коллективная мысль людей, всех людей, ныне живущих и когда-либо живущих, вот все души в едином потоке направленные, это и есть сила Бога. Вот она вся в них. Поэтому это стремление, оно закономерное, естественное, но, в общем-то, когда оно недостаточное, то какая-то вселенская энергия в ней преобладает и в итоге создаются вот те эгрегоры, где главенствует не Бог, а какая-то вот отдельно взятая энергия. Я увидел в своих промежуточных, конечно, поисках, ответ примерно такой, что вот представь себе, жизнь, она как река, она идет на нас непрерывным потоком вызовов. Когда ребенок рождается, он должен научиться завязывать шнурки, для него это тяжело. Когда он рождается, у него там надо научиться ходить прямо, но это запредельно круто. Потом ему надо много всему научиться и на протяжении всей жизни его буквально вот как река вот омывают просто бесконечными задачами. Оно не оставляет ему времени на подумать. Оно просто говорит, учись быстро или умрешь. Учись быстро или окажешься просто на обочине. Когда мы находимся в таких условиях, ну условия естественные, мы действительно должны быстро развиваться, ну соразмерно скорости Вселенной, мы стали искать такие варианты ответов на вопросы жизни, которые быстро отвечают на эти вопросы, но не осознают их. То есть нам нужен мед, мы не пытаемся понять пчел, а мы быстренько что-нибудь такое придумали, чтобы запустить там мед, взять мед, пчел вообще выкинули, они погибли, и хрен с ними, запустим других. И вот как бы желая достигать, отвечать на жизненные вопросы, достигать каких-то результатов, мы перестали осознавать. То есть мы энергию свою, свою энергию творящую, мы направили не на то, чтобы осознавать вызовы жизни, природные механизмы Бога, а направили ее просто на достижение результатов. И вот для достижения результатов в краткосрочном периоде гораздо эффективнее технократия, чем реальное постижение живой вселенной. А как мне видится, сама суть жизни, это как раз осознание, даже не выживание. Вот даже не выживание, можно даже погибнуть, но не справившись с какой-то жизненной задачей, но остаться на пути осознания жизни, а не на пути, чтобы «да я решу эти все проблемы, чего бы мне это ни стоило, мне надо пожрать, да сожру это животное, мне нужна территория, да убью соседа». А иначе нам надо договариваться с соседом, пытаться понять, что с ним происходит, пытаться понять пчел, растения, животные, стихии, минералы, все пространство. И через осознание мы осознаем вселенную живую. А это цель, осознание. Цель расширения сознания, а не выживание. Потому что для нас рождение и смерть это просто как день и ночь. У нас нет нужды цепляться конкретно за этот день. Будет следующий день. Я вижу, что мы свою энергию творящую направили не на осознание, а на быстрое решение жизненных задач. Мы их стали очень быстренько решать, очень легко достигли и вообще просто изобилие во всем. Но в краткосрочном периоде, а в долгосрочном, пошли бока отовсюду. Ну а самое главное, что мы стали деградировать сознание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!